здравствуйте дорогие друзья все зрители моего канала сегодня будет относительно короткий ролик то что я в нем покажу всего лишь одну купленную мной марку вот она ко мне приехала видите в таком пакетике в клинташе но марка это очень и очень необычная и ценная так где он за клиента друзья это марка таафа это значит французские южные антарктические территории но я их дальше буду называть именно то давайте вот так вот увеличу чтобы было ее хорошо видно вот друзья значит это марка таафа 1968 года номер 41 по михелю там 25 по моему по и веру телье в общем это одна из самых дорогих одиночных марок вот именно фауны видите марочка абсолютно чистая в коллекционном состоянии идеальном вот значит не недавно один из подписчиков там на канале спросил а какие вообще есть вот дорогие марки фауны да ну я вот показывал у меня есть там более дорогая серия рыбок китайских у нее 720 евро оценка по михелю но там 12 марок да там каждая марка михелем оценивается в 60 евро а здесь вот это вот одна марка она оценивается михелем в 460 евро если я не ошибаюсь стэнли гиббонсом по моему 550 долларов и вертелье и вообще оценивает в 555 евро вот то есть видите но разброс достаточно немаленький но так или иначе марка ценная и редкая и почему она такая вот редкая столько стоит я искал пытался значит вот искать шерстить по интернету но не знаю если я правильно перевел с французского то что там было написано на одном из форумов я все-таки французским не владею а пришлось использовать переводчик да но в общем история этой марки вот какая ну вообще вот эти вот французские территории то они были образованы в 50 по моему пятом или шестом году это несколько таких вот островов в южном океане ну тот который да сейчас у нас выделяет этот южный океан которая оформляя ну господи не оформляет а омывает антарктиду да и там значит вот еще это территория там земля адели это ну такой клин как бы сектор да можно сказать территории антарктиды которые на побережье начинается вплоть до антарктического полюса идет в общем франция его считает своей территория она там заявила на нее права другие страны эти права не признают что это противоречит конвенции об антарктиде что она нейтральная территория в общем ну так или иначе вот вот эти вот территории тав значит с 55 года выпускаются их марки собственно из 59 по-моему 55 там еще были наверное марки какой-то другие там мадагаскар по моему с надпечаткой ну вот в общем начали с конца 50-х годов выпускать вот эти вот марки марки очень красивые мне очень стилистика то афа нравится особенно вот это ранее да вот это вот металлография так вот в 56 году открылась антарктическая станция французская дюмон дюрвиль названная в честь знаменитого французского путешественника как раз вот исследователя тоже антарктического побережья и когда вот эти вот марки вышли к это еще раньше старые выпуски ивер ателье они их почему-то вот считали за две за серию вот это вот марка с чернобровым альбатросом и марка с изображением вот самого этого адмирала дюмона дюрвиля так вот эти марки как я понял там из этой статьи на форуме были в 68 году как выпущена основная их часть как раз направлена туда на эту станцию дюмон дюрвиль ну вот на эти разные там на там в основном научные на этих островах на этих территориях там в основном научные станции там постоянного населения практически нет уж климат очень суровый в основном это вот или научные работники или военные какие-то там какие-то военные базы там что-то тоже у франции есть на общем это все было отправлено туда и очень активно они использовали клеили поэтому вот и тираж был относительно небольшой марок этих осталось относительно немного поэтому вот такую вот оценку михель дает кстати если кто-то увидит я один раз на ebay видел там конверт отправлены вот с этой вот антарктической станции дюмон дюрвиль конверт с этой маркой вообще стоит там ну под 1000 евро на марке вообще вот это вот изображена птица видите такая чернобровый альбатрос вот еще сильнее увеличу конечно плохо будет не резко но зато увидите видите вот вокруг глаз у нее такие вот красные черные круги на вот собственно за это он чернобровым назван вот видите он сидит тут в гнезде из травы земли строят гнездо эта птичка кстати у них симбиоз с пингвинами то есть они вот на по крайней мере вот на украинских островах где они гнездятся там же значит гнездится несколько видов пингвинов и вот они там в перемешку вполне могут гнезда свои устраивать яйца откладывать и они как бы помогают друг другу отбиваться от хищников там какие-то тоже хищные птицы типа соколов значит водятся вот и альбатросы помогают пингвинам свои гнезда сохранить и пингвины помогают альбатросам представляете такой вот такая взаимовыручка что кстати вот этот вот альбатрос он тоже не может взлетать с места ему нужно разбег взять потому что птица крупная тяжелая где-то два с половиной метра у нее размах крыльев там 3-4 килограмма вес но это не самый крупный из альбатросов но тем не менее один из таких вот достаточно крупных представителей этого вида вот так что друзья такое вот я себе приобретение сделал я давно достаточно эту марку что называется пас потому что ну на рынке они представлены но в основном цены достаточно высокие вот здесь в этот раз как бы подвернулась и продавец достаточно ну скажем так внушающее доверие то есть с высоким рейтингом и давними там давние истории давними продажами вот так что вот так вот вот такое вот приобретение я очень рад чего и вам желаю на пополнение коллекции ваших красивыми хорошими марками спасибо за внимание занимайтесь филателлии смотрите мой канал и до новых встреч до новых встреч